В канун дня всенародной памяти и скорби по всей стране чтят героев, тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир, а его завещено беречь. Об этом говорят сегодня участники митинга реквима, который в эти минуты проходит в мемориальном комплексе Тростенец. Тысячи людей собрались в памятном месте, чтобы вспомнить и отдать дань уважения. В Тростенце сейчас находится наш корреспондент Карина Гуревич. Карина, вам слово. Митинг-реквиум в мемориальном комплексе Тростенец объединил сегодня тысячи человек. Представителей разных поколений, молодежь и ветеранов. К месту вечной памяти и скорби несут цветы в знак нашей благодарности за мир. Артем Николаевич Цуран, ветропавик Минский и Заславский венянин, вопрявшийся за всея Белоруссии. Сегодня здесь на митинге реквима собрались неравнодушные люди, минчане, молодежь города Минска, общественные организации, ветеранская организация. В общем, все те люди, для которых память о войне жива, для которых очень важно помнить о тех трагических событиях и передавать эту память из поколения в поколение. Тростенец был крупнейшим на территории СССР и четвертым в мире лагерем смерти. Он объединяет несколько мест массового уничтожения людей. Проводить здесь общегородской митинг-реквиум уже традиция. Церемония возложения цветов, посвященная Дню Всенародной памяти, жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, проходит у монумента «Врата памяти». Здесь представители общественных объединений и трудовых коллективов, все неравнодушные к событиям военного лихолетия. Наша задача – это восстановить память, сохранить память и не дать повториться трагическим событиям. Про прадедушка получается, и он был в таком лагере, он пережил эту всю ситуацию. Он не рассказывал мне, но бабушка рассказывала, говорила, как было трудно ему в такие моменты, как он видел это все вживую. Страшно представить, что такое может быть. Мы приходим, чтобы почтить память и вспомнить всех тех, кто погиб на полях сражений, либо в партизанских лесах. Все равны. И только так, только вспоминая те черные страницы для нашего Минска, для всей нашей страны, мы можем сказать, что допустить этого нельзя. С благодарностью и уважением относиться к истории – наш долг. Уже завтра в полдень пройдет всебелорусская минута молчания. Присоединиться к ней – значит почтить память тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное сегодня. А здесь, в Тростенце, памятный митинг продолжается. Студия. Спасибо, Карина. Напомню, на связи была наш корреспондент Карина Гуревич из мемориального комплекса «Тростенец».